Всем снова здорово! Сегодня у меня на тесте ноутбук, ну можно сказать, нетбук Asus EPC. И сейчас мы его глянем. Первое, что бросается как в глаза, это матовая поверхность. Очень приятный на ощупь и, так сказать, малоцарапывающийся. Фирменный логотип Asus. Вот он. Так, сзади у нас ничего нету. Сбоку идет питание, потом обычный вход для мониторов, VGA, потом HDMI. Это в более топовых версиях идет уже вход и выход. USB 3.0, картридер. Ноутбук очень легкий. Весит где-то полтора килограмма. С правой стороны два разъема 3,5 миллиметров. Это для научных микрофонов. Также два USB 2.0 и LAN. Сзади у нас вентиляция. Маленькая батарейка и больше ничего. Давайте его снова откроем. Вот, так сказать, его характеристики. Двухъездный процессор. 8 часов работая. Но 8 часов это не преврали. Максимально замерал 6,5 часов. 12 дюймов и крышка камеры. Ну, это нахрен. Здесь тоже идет матовая поверхность. Очень приятный на ощупь тачпад. Но один минус – это вот глянец. оттекает, который клавиатура. Граница клавиатуры и граница самого экрана тоже. Видите? Я вам уже пользуюсь тоже третий год. И по истечении срока вот начали, ну, уже царапины. Лучше тоже бы сделали мат. Очень хорошая клавиатура. Без каких-то либо задержек или вмятин, впадин, которые… Потому что некоторые жалуются, у них клавиатура впадывает, ну, заедают кнопки. Не знаю. Такого не наблюдалось. Клавиатура без подсветки. Обычная, как клавиатура. Давайте просто включим, посмотрим. Ноутбук работает очень тихо. В комплектации не было ничего, кроме вот ноутбука и зарядки. Все. Ни дисков, ни драйверов, ничего. Вот кнопка включения. Жесткий диск у него на 350 гигабайт. Виндой я переустановил. Поставил Windows 7 Professional. Потому что на обычном первоначальном винде он тупил очень сильно, так сказать. Было мало функций. Вот поставил вот эту Windows. Ну, загружается, конечно, не быстро, но более-менее. Ноутбук даже не слышно. Это индикатор, то, что работает. Ну, так, зарядов вполне хватает 5-5 лестницов. Все работает нормально. Камера вот здесь так. Никаких нареканий на ноутбук нет. Можно брать поездки, смотреть фильмы, лазить по интернету. Вот можем сейчас его сравнить с ноутбуком Alienware. Разница, вы, думаю, заметите, сразу колоссальная. Этот, ну, вот, полтора килограмма. Этот, под 10 килограмм. Маленький. Все хорошо работает. Ну, основных проблем нет. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода. 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 Игорь Негода.